Снова пророчество представляет. Приготовиться, чтобы устоять перед церковью и государством. Бодрствуйте и молитесь. Добрый вечер. Давайте откроем наши Библии на Евангелие от Иоанна, 16 глава. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Прежде чем мы начнем наши исследования сегодня вечером, возьмем книгу Эллен Уайт «Раннее произведение» и откроем страницу 64. «Раннее произведение» страница 64. Послушаем, что говорит Дух Пророчества, а потом перейдем к чтению Евангелия от Иоанна, 16 глава. Оставим пока сейчас 16 главу Евангелия от Иоанна и будем читать здесь книги «Раннее произведение». Будем также читать книгу «Великая борьба» главы, говорящие о событиях последнего времени. Время скоро окончится. Отражаете ли вы образ Иисуса в той степени, как должно быть? Ангел сказал, «Будьте готовы, будьте готовы, будьте готовы. Вы должны более чем когда-либо умереть для мира. Я видела, что им предстоит совершить великую работу, но и для этого у них осталось мало времени». 16 глава Евангелия от Иоанна, 16 глава. И на последней неделе мы изучали тему о мучениках, которые пострадают перед закрытием времени испытания. Наша тема сегодня будет немного связана с нашими предыдущими исследованиями. Друзья, я хочу приготовить нас так же, и Бог желает приготовить нас, чтобы будущие события не были для нас неожиданностью. Народ Божий должен быть приготовлен к этим событиям последнего времени. И если мы приготовимся, то эти события не будут для нас неожиданными, когда придет этот кризис. Мы сегодня будем говорить о будущем кризисе, но многие люди считают, что мы поднимаем преждевременную панику. Но истина состоит в том, что сам Иисус открыл своим ученикам, тем, кто следовал за ним, события, связанные с последним кризисом. Разве мы можем сказать, что Иисус сел в панику, пугая людей наступающим кризисом? О нет. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 1. Иисус сказал... «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, и сгонят вас из синего». Здесь говорится о церковных властях и церковной организации. «Даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Стих 3. «Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». «Но я сказал вам сие, для того, чтобы вы, когда придет, в то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Иисус открыл Своим ученикам, что их ожидают гонения от их же братьев по вере. Люди, называющие себя народом Божьим, будут стремиться убить их. Он также сказал им, что когда эти события придут, они должны будут вспомнить, что он им все это предсказывал. Иисус, желая предупредить их, предсказывая им, что эти события придут. Иисус знал, что силы, которые уже действовали в его время, в будущем, приведут к исполнению предсказанных им событий. Мы должны ясно понимать, что все эти пророчества исполнились еще во дне апостола. Библия говорит, что эти пророчества важны также и для нас, и даны для нашего изучения. Эти события повторятся в эти последние дни земной истории. Библия также говорит нам, что это будет очень скорбное время. В стихах 7, 8, 9 и до стиха 13, Иисус пообещал, что Он пошлет им утешителя. Благодарение Богу, что мучеником последних дней Спаситель пообещал утешителя. Иисус говорит, давайте вернемся вместе со Мной ко второму стиху. Иисус говорит, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Когда придут эти события? В последние дни. Во время национального воскресного закона. Когда образ зверя будет полностью сформирован и начнет говорить. Именно в это время народ Божий подвергнется преследованию. Дух пророчества говорит, что некоторые из этих людей станут мучениками. Иоанн в 16-й голове говорит, что это время придет. Эти пророчества исполнятся второй раз. Когда? Когда образ зверя начнет говорить. Откровение 14-я глава. 14-я глава книги Откровения. Чтобы нам было понятней, давайте посмотрим наглядно на линию времени. Вот в этой точке мы нарисуем набирающие силы национальный воскресный закон. Правее от этого события мы установим точку, которая называется конец времени испытания. Конец времени испытания. И в следующей точке мы обозначим второе пришествие Христа. Вот этот временной период, вот этот временной период мы можем назвать время скорби Иакова. Время скорби Иакова. Я думаю, это понятно. Откровение 13-я глава. Дух пророчества говорит, что когда печать зверя будет набирать силу, и до закрытия времени испытания, в этот период будет много мучеников за истину. Давайте посмотрим вместе книгу Откровения 13-я глава и стих 15-й. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Также я хотел бы процитировать вам книгу «Избранные вести» том 3-й, страница 397. Это было также написано в рукописи номер 18, страница 484. Я цитирую из первого параграфа. «Две армии выстроятся обособленно, отдельно друг от друга, и это различие будет столь очевидным, что многие, убедившиеся в истине, перейдут на сторону народа Божьего, соблюдающего заповеди. Когда во время борьбы, предваряющей последний конфликт, произойдет это великое событие, тысячи будут заключены в тюрьмы, другие покинут большие и малые города, спасая свои жизни, и многие, защищая истину, станут мучениками ради Христа. Они будут приведены перед царями и правителями, поставлены перед советами для того, чтобы ответить на ложные обвинения, выдвинутые против них. Но они должны будут стоять твердо в своих принципах, как скала, и обетованием для них будет, как дни твои будет умножаться сила твоя. По другому переводу Терозакония, 33 глава, 25 стих. Итак, когда национальный воскресный закон будет набирать силу, Дух Пророчества говорит, многие станут мучениками. Это ясно, друзья мои. И в этот момент, после того, как произойдет закрытие времени благодати, больше не вудет мучеников. Мы можем узнать об этом из книги «Разние произведения», страница 283 и 284. Эта глава называется «Время скорби», или «Время скорби» Иакова. Мы также можем видеть это из книги «Великая борьба», страница 634. Откройте вашу книгу «Великую борьбу», некоторые говорят об этом времени, что мученики еще будут в это время. Другие утверждают, что мучеников уже не будет. Из-за этого некоторые бывают смущены. Как же мы можем согласовать это противоречие? Мы можем согласовать это, посмотрев на период времени, когда эти события описываются. Мы можем указать на книгу «Раннее произведение», страница 283 и 284. И «Великую борьбу», страница 634. В этих книгах есть объяснение, что в этот период больше не будет мучеников. Также можно добавить книгу «Избранные вести», том 3, страница 397, и рукопись 1888, страница 484. Тогда мы увидим ясно ответ на этот вопрос. Когда начертание зверя будет действовать, будут мученики. Послушайте одно утверждение из книги «Великая борьба», страница 634. «Очи Божии, проникающие сквозь века, видели, что для Его народа приближается время, когда земные власти ополчатся против Него. Подобно изнанному пленнику, они будут бояться умереть от голода или насилия». Эта глава посвящена теме «Время скорби Иакова». Давайте послушаем дальше. «Если бы в то время проливалась кровь верных свидетелей Христовых, то она не могла бы, подобно крови мучеников, быть семенем, которое принесло бы плод жатвы Божией». В это время Бог пообещал Свою милость, простирающуюся до конца. Это понятно, братья и сестры. Заметим еще сейчас из книги «Свидетельство для церкви», том 5, страница 81. «Свидетельство для церкви», том 5, страница 81. Здесь находится еще одно утверждение о том, что в то время, когда будет установлено начертание зверя, многие из народа Божьего станут мучениками. Не так, как многие стали мучениками во время правления папства 538 года по 1798 год. «Свидетельство для церкви», том 5, страница 81. Итак, здесь написано. «Недалек тот час, когда испытание коснется каждой души. Начертание зверя будет силой навязываться нам». Это национальный воскресный закон. Все, которые шаг за шагом привыкли уступать требованиям мира и сообразовались с мирскими обычаями, не затрудняться сделать уступку темной силе, скорее, чем навлечь на себя насмешки, угрозу тюремного заключения и смерть. Многие станут мучениками, когда будет навязываться начертание зверя. Мы можем сделать такой вывод на основании этого места в книге «Свидетельство для церкви», том 5, страница 81. «Многие из народа Божьего сегодня, когда начертание зверя набирает силу, многие из них отвергнут Божью субботу, отвергнут Божью систему библейской истины и примут начертание зверя из-за страха перед смертью». Что Бог сказал в Евангелии от Матфея 10 глава? Послушайте, что Господь говорит в Евангелии от Матфея 10 глава и стих 28. Иисус сказал, «И не бойтесь убивающих тела». Давайте послушаем Евангелие от Матфея 10 глава и стих 28. Мы нуждаемся в том, чтобы помнить это местописание. Матфея 10 глава, стих 28 говорит, «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в геене». Я думаю, это понятно. Когда будет установлено начертание зверя, даже если мы лицом к лицу встретимся со смертью, Иисус сказал, пообещав, чтобы мы не боялись. Книга Второзакония, 33 глава и стих 25 говорит, «Как дни твои будет умножаться и сила твоя». По другому переводу, перевод Короля Иакова. Это ясно, друзья мои. Христос сказал еще двенадцати апостолам, запишите тоже это место. Иисус сказал двенадцати апостолам так, большинство из двенадцати апостолов умерли как мученики. Одиннадцать из двенадцати апостолов Христа умерли смертью мучеников. Только один не умер мученической смертью, это был возлюбленный Иоанн. Иоанн, которому была дана книга Откровения. Все остальные апостолы умерли как мученики. Итак, мой вопрос к вам. Божий вопрос к вам будет, будете ли вы продолжать следовать за Ним? Христос спрашивает нас, будем ли мы оставаться верными Ему, и учить, и проповедовать и жить согласно истине, открытой для настоящего времени. Также не только одиннадцать апостолов умерли как мученики. Давайте вспомним период времени, когда папство правило миром, с 538-го до 1798-го года. Протестантские реформаторы этого времени, девяносто девять процентов из них умерли как мученики. Только маленькая группа не умерла мученической смертью. И сейчас у меня есть вопрос к вам. Повторятся ли гонения прошлого в будущем? Вопрос Христа к нам следующий. Будем ли мы с верой следовать за Ним? Будем ли мы учить и проповедовать и жить согласно истине, открытой для настоящего времени? Откровение 12 глава. 12 глава книги Откровения. Послушаем, что Господь сказал, братья и сестры. Откровение 12 стих 11. Библия говорит, друзья, я не знаю, что большинство из народа Божьего думает и с чем им придется встретиться в это последнее время, но Бог хочет приготовить нас. О том, что мы говорим этим вечером, это очень близко, чтобы осуществиться. Откровение 12 глава и стих 11 говорит, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. А сейчас возьмите вашу книгу «Великую борьба». Мы победим дьявола и его агентов, и Дух Пророчества говорит, что мы победим их кровью Агнца. Кровь символизирует жизнь, жизнь, тело в крови. Так мы победим сатану и папство и отступивший протестантизм, которые в эти последние дни объединятся, чтобы преследовать нас. Мы должны иметь в себе жизнь Христа. Кровь Агнца в нас и покроет нас. Мы должны иметь его свидетельства. Мы должны не бояться преследований, и мы не должны любить наши жизни даже до смерти. Поэтому уже сегодня мы должны умереть для себя. Если мы умрем для себя, то жить будем во Христе. Получив это свидетельство, мы сможем жить или умереть как мученики в этот заключительный момент земной истории. Итак, откроем книгу «Великая борьба», страница 146, параграф 1. Здесь записаны слова Мартина Лютера, протестантского реформатора. Страница 146 «Великая борьба» говорит, я цитирую, «Разве я могу решить, что полезнее для спасения людей, моя жизнь или смерть?» Мартин Лютер сказал, если моя жизнь принесет пользу для спасения людей, пусть будет так. Если я умру как мученик, то моя смерть побудет многих работать для продвижения истины, да будет так. Какое свидетельство оставил Мартин Лютер? Мартин Лютер был призван начать как христианскую, так и протестантскую реформацию. И Бог призвал адвентистов седьмого дня окончить и христианскую, и протестантскую реформацию. Такие же чувства, какие были в сердце Лютера, должны быть и в наших сердцах, должны быть нашим побудительным мотивом. Как-то я спросил у Господа, какие принципы, которые заявлял Мартин Лютер, должны существовать и у нас. Господь показал мне в ответ послание к филиппицам, апостолу Павла, 1 глава. Послание к филиппицам, апостолу Павлу, 1 глава. Лютер однажды сказал, и мы сейчас посмотрим эти же принципы к филиппицам, 1 глава, но сначала прочитаем выдержку из книги «Великая борьба» и страница 146. Разве я могу решить, что полезнее для спасения людей? Моя жизнь или смерть? Вы можете от меня ожидать всего, но только не бегство и отречение. Бежать я не могу, а отречься тем более. На сём стою, ибо не могу иначе. Помоги мне в этом, Боже. Послушайте одно утверждение из послания к филиппицам, 1 глава. Лютер сказал, разве я могу решить, что полезнее для спасения людей, моя жизнь или смерть? Послание к филиппицам, 1 глава. Послушайте стих 20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чём посрамлён не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моём, жизнью ли то, или смертью?» Жизнью ли то, или смертью? Давайте, друзья, посмотрим 21 стих. Павел пишет. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечёт меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти. Послушайте. «Нужнее для вас». Церковь, это утверждение должно быть нашим девизом. «Что из двух будет более полезно для Христа и Его народа?» Работали в евангельском служении. «Продолжать жить, я готов по благодати Божьей». «Если будет нужнее умереть, я готов тоже по благодати Божьей». А сейчас возьмём книгу «Служение и исцеление», страница 502. Есть картина, на которой изображён волк, стоящий между плугом и жертвенником, с надписью «Готов и для того и для другого». То есть готов к тяжёлому труду на пашне и готов быть принесённым в жертву. Это позиция истинного дитя Божьего. Желание идти туда, куда зовёт долг, и готовность отвергнуть себя жертве ради дела Искупителю. Подобно валу, стоящему между плугом и алтарём, плуг символизирует жизнь и работу. Алтарь или жертвенник символизирует отдачу нашей жизни в жертву ради дела Христова. Дух пророчества говорит, будьте готовы выбрать одно. О, друзья мои! Это изучение Библии приготовляет нас выбрать одно из двух, жить или умереть как мученики. Бог желает приготовить нас. Ни один из нас не знает, что для нас будет лучше. Бог изберёт для нас в эти последние дни или умереть подобно мученикам или жить. Бог сделает этот выбор. Но то, что будет нам предписано, будет предписано по благодати Божьей. Церковь спасённых, чтобы служить. По Божьей благодати мы должны сказать, я готов для того, что изберёт для меня Господь. Дух пророчества говорит, это позиция истинного Дитя Божьего. Послушаем одно высказывание. Это призыв и это обетование Бог даёт нам. Послушаем этот призыв свыше. Страница 125 здесь говорится, мы не сможем без Бога встречать испытания этого времени. От нас не требуется мужество и стойкость мучеников древности, доколе мы не окажемся в том положении, в каком были они. Это цитата, взятая из книги «Наше высшее призвание», страница 125. От нас не требуется мужество и стойкость мучеников древности, доколе мы не окажемся в том положении, в каком были они. Нам необходимо ежедневно принимать благодать для критического положения каждого дня. Так мы возрастем в благодати и познании нашего Господа Иисуса Христа. И если нас постигнут гонения, если нам предстоит быть заключенным в темницу за веру Иисуса и соблюдение Божьего Святого Закона, тогда как дни Твои будет сила Твоя. «Если вновь придут гонения, тогда будет дана благодать, пробуждающая все силы души для проявления истинного героизма». И мой вопрос такой, друзья. Преследования придут снова, и послушайте сейчас. Преследования придут снова, и будут навязываться начертания зверя. Мы должны быть готовы, должны быть готовы, быть готовы. И послушайте сейчас. Когда вступит в силу национальный воскресный закон, дух пророчества говорит, многие примут мученическую смерть за Христа и Иисуса. Но послушайте, прежде всего, люди Божьи будут поставлены перед правителями и церковными лидерами, чтобы свидетельствовать об истине Божьей. И если мы будем верными и освященными, собранными в это время, если даже мы умрем, наше свидетельство и наша кровь будет семенем для других, чтобы они отреклись от язычества и объединились и хранили Божьи заповеди, и чтобы были спасены. Мы будем подобно звездам в генце. Когда будет установлен национальный воскресный закон, мы будем поставлены перед церковными и государственными лицами. Давайте посмотрим одно место из Евангелия от Луки, 21 глава. Евангелия от Луки, глава 21, 12 стих говорит следующее. Прежде всего того, возложат на вас руки, и будут гнать вас, предавая в синагоги, то есть в церкви, и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Это будет объединение церкви и государства против народа Божьего. И стих 13-й говорит, будет же это вам для свидетельства. Итак, прежде мучений возложат на нас руки, в это время мы должны будем свидетельствовать о Боге. Откровение 12 глава, стих 11-й. «Но мы победим их кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбим жизни своей даже до смерти». Евангелие от Луки, 21 глава, стих 14. «Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все, борющиеся с вами. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят». Дух пророчества говорит, откройте книгу «События последнего времени». Откройте вашу книгу «События последнего времени», страница 209. Мы сейчас исследуем тему о том, что будут многие, как они окончат свой путь, что они окончат свой путь как мученики перед закрытием двери благодати. Перед этими событиями многие из народа Божьего будут приведены перед советами, государственными и церковными мужами. В это тяжелое время народ Божий будет свидетельствовать о Боге. События последнего времени, страница 209. Послушайте, что здесь сказано в первом параграфе. Послушайте, какими словами вдохновенное Перо начинает эту сетату. «В настоящее время нам не кажется возможным, чтобы кто-либо отстаивал истину, будучи одиноким. Но приходит время, когда мы предстанем перед церковными соборами и перед тысячами за имя Его, и каждый должен будет дать отчет в своем уповании. Каждый пункт веры подвергнется самой жестокой критике. Поэтому, отстаивая перед миром учения, нам необходимо изучать Слово Божие, чтобы знать основы нашей веры, и какое учение мы защищаем. Послушайте, друзья. «В настоящее время невозможно для нас отстаивать истину, но некоторые в будущем будут не группами, а по одному, по одному будут свидетельства. Бог говорил мне, что придет время, когда мы будем поставлены перед советами и перед тысячами. Вы представляете себе это? Когда мы будем стоять на этих больших аренах, и на нас будут смотреть как в театре. Люди, которые будут клеймить нас позором и презирать. Какая поразительная картина. Даже в темное средневековье, когда папство, церковь и государство объединились вместе, чтобы преследовать народ Божий, были случаи, когда на одной арене встречались отец, жена, мать и дети. Они стояли вместе на этой арене. О да, друзья мои. Присутствующие внушали им верным отречься от своих взглядов, и некоторые из них были отданы на растерзание диким животным. Эти события повторятся, друзья мои. О да, все повторится еще раз. Дух пророчества говорит, что мы будем поставлены перед тысячами. Если Бог хочет говорить через меня, то или что может Ему помешать? Если Бог будет говорить через меня, и время придет, и мы будем стоять, и стоять одни, и учить, и поразглашать Божью истину для настоящего времени. И вопрос мой к вам сегодня. Готовы ли вы? И это будет иметь место во время национального воскресного закона. Готовы ли мы, друзья мои? Если мы посмотрим на жизнь Христа, подобно тому, как сказано в книге «Желание веков» на странице 83, мы должны изучать заключительные моменты земного служения Христа. Христос был поставлен перед церковными и государственными авторитетами. Это был неправедный союз церкви и государства. Они объединились вместе, чтобы распять Христа. Это повторится снова, когда будет установлено начертание зверя. Заметьте это. Перед Христом был Пилат. В одном офисе, можно так сказать, были и церковь, и государство. Потому что Пилат пошел на компромисс. Он не захотел вступать в противоречие с первосвященниками и со старейшинами и распял Христа. Но прежде всего этого Пилату был объявлен и показан характер Христа, Его имя, Его служение. Иисус был поставлен перед Советом как… Каким Советом? Синодрион – это Совет. Христово имя, Его характер и служение было представлено перед Советом, и сам Христос был поставлен перед ними. Переосвященник Каиафа, он в то время был президентом Генеральной конференции. Его имя Иисуса и характер и служение было представлено перед старейшинами. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 11 глава, стих 46 и до стиха 53. О да, друзья мои, перед церковью и государством. Что произойдет? Мы представим Христов характер на Советах, подобном тому, как на протяжении всего земного служения Христос представлял истину публично. Это было сделано, прежде чем церковные и государственные власти объединились, чтобы преследовать и распять Христа. Как это было в прошлом, так же это исполнится и в будущем. Большинство верного народа Божьего в эти последние дни, прежде чем будет установлен национальный воскресный закон, прежде объединения церкви и государства дадут свидетельство. Многие из них будут поставлены перед советами и комитетами в церкви адвентистом седьмого дня. И многие из верных детей Божьих будут отстаивать и защищать свое служение и работу и исповедание. Потому будут презираемы. Все это будет происходить внутри адвентистской деноминации, прежде установления национального воскресного декрета. Итак, если вы уже участвуете в этом противостоянии, благодарение Богу, потому что Бог уже сейчас приготовляет вас стоять для него, стоять в его истине, стоять для него в одиночку уже сейчас. И тогда, когда начертание зверя будет установлено, вы сможете смотреть на прошлые опыты, на ваш подготовительный кризис, и тогда, когда финальная проверка придет во время кризиса начертания зверя, тогда вы сможете стоять подобно валу между плугом и жертвенником, готовые к любому варианту развития событий. Жить по Божьей благодати, я согласен. Умереть по Божьей благодати, как мученик, я согласен. На всем стою, Бог моя жизнь и ваша. Послушайте одно высказывание из Духопророчества. Если Бог желает говорить через меня, это время придет. Послушаем из книги «Свидетельство для церкви», том 5, страница 707. «Свидетельство для церкви», том 5, страница 707. Послушайте одно высказывание, друзья. Мне было показано, что многие исповедующие настоящую истину не знают, во что они верят. Они не понимают доказательств оснований своей веры. Здесь даже не говорится о большинстве членов адвентистской церкви, которые находятся в состоянии популярных церквей и находятся в состоянии отступления. Это высказывание касается тех, кто проповедует истину для настоящего времени. Давайте остановимся на минуту и обратим наше внимание. Спасенные, чтобы служить, Бог говорит нам, какие доктрины вмещают в себя истину для настоящего времени. Книга раннее произведение на странице 63 говорит, это это истина о святилище, это учение о 2300 днях, важных и ночами днях судебного следствия, это учение о заповедях Божьих и вере в Иисуса. Верите ли вы этой истине? Здесь говорится, мне было показано, что многие исповедующие настоящую истину не знают, во что они верят. Они не понимают доказательств оснований своей веры. И когда наступит пора испытания, мужи, проповедующие сегодня истину другим, увидеть свое бессилие, дать удовлетворительные ответы на многие вопросы. И только это сможет открыть им их огромное невежество. Многие из тех, кто проповедует сейчас и учат сейчас, послушайте, Бог нам указывает, что многие исповедующие настоящую истину не знают, во что они верят. И когда наступит пора испытания, они увидят свое бессилие дать удовлетворительные ответы на многие вопросы. Разлученные со своими единоверцами и вынужденные стоять одинокими, представляя необходимое свидетельство о своей вере, они сами будут поражены своим смутным представлением о многих вопросах, которые они принимали за истину. Это придет. Давайте посмотрим вместе первое послание Петра, 3 глава. Это придет. Многие из нас не знают, во что они верят. Как сказано, до тех пор, пока не наступит пора испытания, и мы, разлученные со своими единоверцами и вынужденные стоять одиноко, представляя истину, многие из нас будут отделены от людей веры и света и будем стоять совершенно одни. В это время многие не смогут объяснить, во что они верят. Мы будем настолько смущены, что не сможем разумительно объяснить, во что же мы верим. Друзья мои, спасенные, чтобы служить. В это время для нас, чтобы приготовиться. Не нужно больше говорить, пастор, я знаю истину, но я не могу ее объяснить. Друзья, если вы знаете истину, вы сможете ее объяснить. И фактически вы сможете объяснить, во что вы верите, когда вы знаете это. Здесь я хотел бы кое-что пояснить. Если вы не можете объяснить пункты вашей веры, причина в том, что вы сами не полностью их понимаете. Многие из нас представляют истину для настоящего времени только тогда, когда они находятся рядом с теми, кто верит в истину для настоящего времени. Это утверждение напрямую относится к пяти неразумным делам. Они не лицемеры. Они любят и находятся в кругу тех, кто исповедует истину. Но они совсем не имеют масла. У них нет масла, друзья мои. Это время прямо очень близко перед нами. Одна из выдающихся личностей в динаминации адвентистов седьмого дня. Этот человек решительно заявил, что идет участвовать в президентской гонке, чтобы занять место в офисе президента Соединенных Штатов Америки. Послушайте меня. Верисповедание церкви адвентистов седьмого дня это истина. Даже если он принимает эту истину, но Слово Божие не оправдает такого человека, адвентиста, но осудит того, кто знает истину и все равно идет заниматься политикой. Бог открыл нам прямо сейчас, что верить в истину и исповедовать ее сейчас, это еще не все. Готовы ли вы, друзья? Важно то, что когда будет утверждено начертание зверя, будем ли мы тогда готовы? Первое послание апостола Петра. О, друзья, я хочу приготовить нас с вами к этим последним дням, чтобы стоять подобно волу и быть готовыми к любому развитию событий, жить или умереть мученической смертью. И прежде чем мы умрем, как мученики, мы должны победить силы тьмы, кровью агнса и словом свидетельства своего. Мы будем поставлены перед царями и советниками, церковными советниками и государством. Мы не должны будем бояться смерти. Первое послание апостола Петра, 3-я глава. Прежде чем я это прочитаю, многие спрашивают меня и говорят, пастор, я не служитель, и я не пастор, и я не библейский работник, и не медицинский миссионер. Я не нуждаюсь в том, чтобы знать, как объяснить фундаментальные верования нашего исповедания. Послушайте, что говорится в одной цитате из книги «События последних дней», страница 209, параграф 2. Здесь говорится, «Многие предстанут перед законодателями, другие перед царями и учеными земли, чтобы дать отчет о своей вере. Имеющие поверхностное понимание истины не смогут ясно представить факты Священного Писания и изложить определенные доводы в пользу своей веры. Они будут смущены и постыжены. Нам нет нужды быть смущенными или постыженными в это время. Многие будут смущены, многие будут постыжены. Если я знаю, послушайте меня, спасенные, чтобы служить, смысл всего того, что должно скоро прийти, о, друзья, это преступление, если мы не приготовимся к тому, что должно прийти. Поэтому сейчас Бог приготавливает нас. Читаем дальше. Пусть никто не полагает, что он не нуждается в изучении только по той причине, что он не проповедует за кафедрой. Вы не знаете, что Бог требует от вас. Подобно валу, жить или умереть, подобно мученику. Первое послание апостола Петра, 3-я глава. Послушайте одно высказывание, друзья. Из первого послания Петра, 3-я глава, стих 16-й. Там говорится. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы. Будьте готовы. Когда? Ответ. Всегда. Всегда дать ответ всякому требующему у вас отчета, вашему упованию. Дать ответ скротостью и благоговением. Друзья, эти слова пронизывают мое сердце. Эти истины, которые мы здесь изучаем, это то, что должно быть на самом деле в нашей жизни. Мы должны дышать этой истиной, истиной при каждом нашем вдохе и выдохе. Все мы находимся перед тем, чтобы стать мучениками. Когда будет действовать начертание зверя, все мы проповедуем истину для последнего времени. Мы должны будем дать наше свидетельство перед церковью и государством. Готовы ли вы, друзья мои? Я сказал однажды, Господь, покажи мне, пожалуйста, какая истина является главной сейчас, которую мы должны понимать. Чтобы мы были готовы дать подтверждение этой истины из Писания. Какая истина самая важная на настоящий момент? И Бог открыл мне вот что. Этот лист на самом деле не существует, это просто другой способ объяснения истины. Друзья мои, это просто для того, чтобы мы могли проверить самих себя. Этот лист должен быть здесь, на этой доске, в этой церкви. Подумайте о следующем, друзья мои, когда будет действовать начертание зверя, и большинство жителей нашего мира будет светить воскресный день. И те, кто будет хранить Божьи заповеди, будут верны Божьей субботе и будут стоять перед церковью и государством, какая истина будет важнейшая в этом противостоянии в это время. Конечно, это будет истина о субботе. И вот такой вопрос, друзья мои. Способны ли мы прямо сейчас открыть Писание, открыть Библию и от книги Бытия до книги Откровения показать эту тему миру? Какой день является суббойтой? Готовы ли мы прямо сейчас не просто сказать «да», потому что я помню Писание, но быть способными текст за текстом, чтобы было понятно, текст за текстом дать полное объяснение, основанное на всем Слове Божьем? Кто знает все эти цитаты Библии по этому вопросу? Кто может, основываясь точно на слове Писания, представить эту тему? Или вы добавите немного и своих представлений, не основанных на Библии? Можем ли мы полностью доказать из Слова Божьего, какой день есть суббота? Божья суббота. Можем ли мы, друзья? И как мы должны светить субботу? И светим ли мы этот день? Это будет самый спорный вопрос последнего времени. Готовы ли мы? Готовы ли мы, друзья мои? Второе. Не обязательно, чтобы это было все представлено по этому же порядку, как я здесь пишу. Второй вопрос. Является ли закон необходимым в наши дни? Можем ли мы открыть наши Библии, друзья, и от книги «Бытии» и до Откровения показать эту тему? Вы можете пояснить тот факт, почему большинство людей в мире в настоящее время продолжают соблюдать воскресенье? Начертание зверя будет утверждено, потому что большинство в мире не верят десяти Божьим западе, что их нужно соблюдать. Божий закон не изменен. Итак, друзья мои, если прямо сейчас вы не можете открыть свои Библии от бытия и до Откровения текст за текстом, дать два или три или четыре важнейших мест Писания, показывающих, что десять Божьих заповедей должно соблюдать в эти последние дни, как же мы сможем устоять, когда будет действовать начертание зверя. Если мы попробуем в это время дать объяснение, то мы будем смущены. О да, именно смущены. Мы будем так же смущать и запутывать других. И многие, как результат, оставят свою веру. Почему? Потому что их учителя запутывали их в доктринах. И многие принесут этот скорбный урожай своим ложным учителям. Готовы ли мы, друзья мои? Номер три. Все эти пункты связаны между собой. Номер три. Следственный суд. Поместите этот пункт в следующем, друзья. Следственный суд, когда он начался? 22 октября 1844 года. Способны ли мы использовать нашу Библию снова от бытия и до книги откровения, чтобы доказать, что в 22 октября 1844 года Иисус перешел в Святое Святых Небесное Святилище, чтобы начать прообразный день искупления. День следственного суда. Послушайте, друзья, когда будет действовать начертание зверя, самая важная причина, почему большинство тех, которые находятся в мире, будут соблюдать и хранить воскресный день, потому что они не верят в то, что они живут во время суда. Но истинные адвентисты седьмого дня верят, что мы живем сейчас во время судебного следствия. И что сказано в послании Иакова во 2 главе с 10 по 12 стихи? Библия говорит, что мы будем судимы по закону свободы. Библия говорит нам в 12 главе книги Экклесиаста, стих 13. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Можем ли мы открыть Библию и показать это? Книга Откровения, глава 14 стихи 6 и 7. Это местописание христиане цитируют каждый год. Это вечное Евангелие, которое должно прийти к каждой нации, к каждому языку и народу громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Почему? Потому что наступил час суда Его. И как результат, поклонитесь сотворимшему небо и землю, и море, и источники вод. Готовы ли мы показать из Слова Божьего эту истину, друзья мои? Номер 4. Номер 4. Можем ли мы показать из Слова Божьего связь между Божьим законом и Божьей благодатью? По этому поводу я скажу вам, друзья. На этом уроке мы не сможем полностью дать основания для связи между Божьим законом и Божьей благодатью. И опять, какова главная причина, почему большинство в то время, когда будет действовать начертание зверя, откажутся по этой причине от света и от соблюдения Божьих заповедей. Даже субботы Божьи из-за ложных учителей, которые говорят, что по причине Божьей благодати мы не должны соблюдать закон Божий. Они не понимают этой связи между Божьим законом и Божьей благодатью. Это сегодняшнее изучение Библии в этот вечер не дает глубокого понимания этого вопроса. Цель сегодняшнего изучения – исследовать себя прямо сейчас. Потому что, когда начертание зверя будет установлено, и мы будем находиться в каком-то секретном месте или на арене, стоять перед советами и тысячами, как говорит Дух Пророчества, «Будем ли мы способны тогда открыть Библию и показать от бытия до откровения связь между Божьим законом и Божьей благодатью?» Показать, что Божья благодать не аннулирует и не отменяет послушание Его десяти заповедей. Если мы не сможем это сделать, у нас проблемы, друзья мои. Это время приготовиться. И вот еще один вопрос, на который мы должны дать ответ. Божий вопрос, если угодно, как я приготовлю своих детей? Позволяю ли я своим детям посещать церковь? И не посещать те места, где они не могут быть приготовлены? И где они впустую будут тратить Божье и свое время? Потому что в этот кризис, когда будет действовать начертание зверя, у тебя и у твоих детей не будет силы устоять. Послушайте. Давайте перейдем к посланию к римлянам. Послание к римлянам 13 глава. Один пункт к римлянам. Мы должны уметь объяснить послание к римлянам 13 глава стих 1 и 2. Давайте прочитаем. Дух пророчества говорит, что это одно из основных мест Писания, и что многие, перейдя на сторону папства и отступившего протестантизма, будут использовать это место Писания, оманывая многих отказаться от послушания Богу и принять начертание зверя. Многие будут говорить, что так Библия говорит в послании к римлянам 13 глава, что любая гражданская власть законна, и что мы должны подчиняться так сказанно. Но послушайте, давайте вернемся назад. Что-то здесь есть, что свидетельствует о этой истине. Мы можем видеть свет, когда мы представляем истину о субботе. Далее Божьи десять заповедей продолжают оставаться обязательными к исполнению. Далее мы живем во время суда и будем судимы согласно закону Божьего, и связь между Божьим законом и его благодатью. Многие не совсем правильно понимают этот пункт. И агенты сатаны извращают это место в послании к римлянам 13 глава, говоря, вы можете видеть это Писание, но если гражданские власти говорят, мы обязаны подчиниться. Можем ли мы объяснить это вместо Писания? Послание к римлянам 13 глава. К римлянам 13 глава 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьи установления, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Возьмите вашу книгу «Великая борьба». Можете ли вы объяснить место из послания к римлянам 13 глава 1 и 2 стих? Я желаю того времени, к которому адресовано это место. Послушайте одно высказывание из книги «Великая борьба» страница 592. Вдохновение говорит на странице 592 «Великая борьба». Соблюдающие библейскую субботу будут объявлены врагами закона и порядка, разрушителями нравственности, несущими анархию и испорченность. На них будут смотреть как на главную причину судов Божьих на земле. Их добросовестность и верность будут названы упрямством и непокорностью властям. Их станут обвинять в недовольстве правительством. Церковные служители, отрицающие обязательное исполнение божественного закона, с кафедр будут говорить о долге каждого человека повиноваться гражданским властям, чей авторитет якобы освящен Господом. На законодательных собраниях и судах люди, соблюдающие заповеди, будут оклеветаны и осуждены. И снова я задаю вам, друзья мои, этот вопрос. Можете ли вы объяснить это местоописанием? Римлян 13 глава стих 1 и 2. Послушайте, главная точка этого места, римлянам 13 глава, это то, что законы, изданные гражданской властью, ставятся выше сказанного Слова Божьего. В этом причина. Это и есть протестантизм. Это и есть свобода совести. Можем ли мы поставить, послушайте, закон земных властей над Божьим законом? Можем ли мы подчиняться более законам земных властей и не признавать закон Божий? Ответ нет. Можем ли мы объяснить послание к римлянам 13 глава стих 1 и 2? И следующий пункт является ключом к первому. Смысл в том, что мы не можем поставить закон земных правителей выше Божьих десяти заповедей. Еще раз, если законы страны противоречат закону Божьему, мы должны ставить закон Божий выше законов гражданских властей. Второй пункт. Можете ли вы на основании Библии от бытия до откровения показать места в Писании, когда люди Божьи провозглашали принципы протестантизма, принципы свободы совести, ставя закон Божий над ложной политикой видимой церкви? Номер шесть, друзья мои, принципы протестантизма. Свобода. Готовлю вы, друзья мои. Возьмите вашу книгу «Великая борьба». Давайте возьмем книгу «Великая борьба». Это был Даниил, еврейский пленник. Он сказал однажды Навуходоносору, когда он смотрел в лицо страдания во имя Иисуса. Нет нам нужды отвечать тебе на это, потому что ты царь, но Бог силен спасти нас. Мы не будем повиноваться тебе, даже если мы умрем как мученики. Мы не подчинимся. Мы можем привести еще много примеров. Так же было и с Петром, когда он повернулся к церковному лидеру. Даниил и другие иудеи противостояли гражданским властям Навуходоносору. Петр сказал церковному авторитету, мы должны повиноваться Богу более, чем человеку. Так «Великая борьба», послушаем одно утверждение. «Великая борьба» здесь говорится на странице 203. Послушайте. Принципы, изложенные в этом знаменитом протесте, составляют самую сущность протестантизма. Этот протест направлен против двух злоупотреблений в вопросах веры. «Вмешательство светской власти в духовную жизнь человека и произвол духовенства». Протестантизм утверждал превосходство совести над светской властью и превосходство авторитета Слова Божьего над авторитетом видимой церкви. Кто является видимой церковью для нас? Давайте послушаем ответ из книги «Деяния апостолов», страница 68. Эта цитата ответит на один пункт, который был скрыт до сих пор. «Деяния апостолов», страница 68. Здесь говорится. «Мы должны признавать земное правительство как божественное установление и учить повиновению его законным требованиям. Но когда его притязания противоречат требованиям Бога, мы должны повиноваться более Богу, чем человеку. Слово Божие превыше любого человеческого закона. Слова «так говорит Господь» не должны подменяться словами «так говорит церковь или так говорит государство». Перейдите вместе со мной, друзья, еще один пункт. Номер семь. Я верю, друзья, седьмой пункт. Мы способны сами открыть вашу Библию и от книги «Бытия» и до книги «Откровения». Мы можем показать, что в народе Божьем должен проявиться дар пророчества. Этот дух пророчества будет находиться в среде народа Божьего. И мы можем показать на основании слова Божьего, что этот дар пророчества или дух пророчества был проявлен в трудах Елены Вайт. Вы скажете, пастор, почему этот вопрос важно понимать, если мы будем поставлены перед церковью и государственными авторитетами? Почему это так важно? Я скажу вам кое-что. Послушайте, друзья, эти пророчества скоро исполнятся. Эти пророчества скоро исполнятся. В будущем мы должны видеть то, как исполнились эти пророчества в прошлом. И послушайте, когда павство будет контролировать этот мир, ничто не будет сделано протестантскими реформаторами, которые отреклись от истины. Но эти реформаторы будут обвинять и отрекаться от учения бывших протестантских реформаторов. Тех первых реформаторов, которые привели на истинный фундамент движения протестантской реформации. Ну, например, послушайте, когда папство арестовало Иеронима, в Великой борьбе страница 130, тогда паписты принуждали Иеронима отречься не только от того, чему он сам учил и писал, но и принуждали осудить учения предшествующих ему реформаторов, Виклифа, осудить жизнь и писания Яна Гуса. Но Иероним побоялся осудить труды бывших реформаторов, даже Джона Виклифа, утренней звезды протестантской реформации. Того, кто привел на фундамент реформации Мартина Лютера, Джона Весли, Джона Кальвина и остальных. Вот да, я верю, когда будет действовать начертание зверя. И верные арвентисты седьмого дня будут поставлены перед советами и перед тысячами, перед церковью и государством. Нас будут в первую очередь побуждать отречься от трудов Духа Пророчества. Это приближается, друзья мои. Сейчас время, сейчас как раз то время, когда мы имеем возможность выбрать все доказательства из Писания об истинности Духа Пророчества. Номер семь. Номер семь, друзья, нам необходимо понимать, мы можем иметь возможность взять наши Библии и от бытия и до откровения показать в Слове Божьем, кто основал Божью Церковь. Почему это так важно? Послушайте, откройте свою Библию на Евангелие от Матфея 12 глава. Почему это так важно? Кто учредил Божью Церковь? Друзья, послушайте, кто учредил Божью Церковь? Когда Павста будет руководить миром, подумайте об этом. Божий верный народ будет стоять перед правителями. Церковные руководители и лидеры будут стоять вокруг них. И эти церковные лидеры будут вдохновлять государственных деятелей разными военными способами преследовать и гнать святых. Эти церковные руководители будут стоять и убеждать, что эти люди не являются церковью. Это ясно, друзья? Это случилось и с протестантскими реформаторами. Это случилось и со Христом и его апостолами. Это придет еще раз в последние дни. Друзья, мы должны быть способными взять наши Библии и показать, кто учредил Божью Церковь. Возьмите вашу книгу «Великая борьба». «Великая борьба» Астаницы 181. Послушайте, друзья, потому что это истинно. Дух пророчества говорит, «Все, кто слышал, что означает быть частью Божией Церкви, тот однажды будет гонимым народом Божиим. Они оставят и отрекутся от язычества и присоединятся к истине Божьей. Я говорю «Аминь». Послушайте, папство скрывало от многих из Божьих верных проповедников в прошлое время, угрожало им отлучением, говоря, «Если твое имя больше не будет записано в церковных книгах, ты погибнешь». Послушайте одно высказывание. Книга «Великая борьба» страница 181 говорит, «Посланцы епископа убеждали членов Совета в том, что без церкви нет спасения». Это то же самое, что иногда мы слышим сегодня. Просистанский реформатор Цвингли ответил, «Пусть это обвинение не пугает вас. Основание церкви – та же скала». Он использовал Библию. Он показал, кто учредил Божью церковь. Послушайте. «Пусть это обвинение не пугает вас. Тот же Христос, который нарек Симона Петром, потому что Тот открыто исповедовал Его. Во всяком народе любой человек, который от всего сердца верит в Иисуса, принимается Богом. Такие люди и составляют церковь, без которой нет спасения. И в результате этого совещания один из представителей епископа принял реформаторскую веру. И я говорю на это «Аминь». Послушайте еще. «Великая борьба», страница 84. Джон Виклик – это о том же самом пункте. «Кто учредил Божью церковь?» Не молчите перед церковными лидерами, которые говорят, «Ты не церковь, потому что твое имя не записано в церковной книге». Они живут в открытом отступлении от Слова Божьего. Каждый, кто живет с верой и исповедует верно Христа, он в Божьей церкви, так как он избирает Христа как истину и принципы треханглийской вести. Он в Божьей церкви. Я скажу вам что-то, друзья. Кто-то из вас, забыгая вперед, скажет, «Когда на чайтане зверя будет утверждено, вы должны помнить эти слова. Великая борьба», страница 84. Уиклиф начал писать и публиковать статьи против монахов. Не для того, чтобы вести дискуссию с ними, но чтобы привлечь внимание людей к библейским учениям и их авторам. Он заявил, что Папа обладает такой же властью прощать грехи или отлучать от церкви, как и самые обыкновенные священники. И что ни один человек не может действительно быть отлучен от церкви, если он не навлек на себя осуждение Бога. Это был один из самых ощутимых ударов, какой Уиклиф нанес на по воздвигнутому Папой Исполинскому монументу духовного и светского господства над душами и телами миллионов людей. Прочитаем вместе Евангелие от Матфея, 10-я глава. Матфея, 10-я глава. Друзья, мы будем продвигаться в нашем семинаре, изучая истину и молясь. Матфея, 10-я глава. Друзья, это пришествие Христа. Когда мы будем поставлены перед царями и советами, мы должны быть способными объяснить из Библии шаг за шагом, сводя в одну точку. Послушайте, многие из овец присоединятся к вере, как результат нашего свидетельства. Когда начертание зверя будет утверждено, многие из овец придут, потому что кровь мучеников будет семенем. Мы должны понимать эти пункты истины. Несколько дней назад я разговаривал с одной поместной церковью, спасенных, чтобы служить, по поводу одной из этих доктрин. Я сказал, церковь, если вы запишите прямо сейчас, стоя перед новостными каналами, NBC News или Fox News или CNM, перед всем этим крупными новостными компаниями, если вы запишите прямо сейчас, давая свидетельство о Божьей истине, сможете ли вы это сделать? Я дал им эти вопросы, некоторые из тех, которые есть здесь. И я сказал, возьмите листок бумаги и напишите два или три самых важных по этой теме мест Писания, которые вы будете использовать, когда начнете объяснять эти принципы истины. Друзья, пожалуйста, возьмите эти пункты истины. Пойдите в свою комнату. Проверьте сами себя. Спросите сами себя. Боже, готов ли я в эти последние дни устоять для Тебя? Дух пророчества говорит. События последних дней, страница 209. Если Бог говорит через меня, время придет, когда мы будем поставлены перед советами и перед тысячами, объяснить основания нашей веры. Мы должны быть готовы. Потому что многие в это время будут отделены от верующих друзей, и будут стоять в одиночестве, и будут удивлены видеть, какие запутанные идеи они принимали как библейскую истину. Многие будут чувствовать себя смущенными. Пришло время приготовиться. Но послушайте сейчас. Это приготовление значит более чем просто страх перед истиной. Это способность соединять место из Писания с другим местами из Писания. Евангелие от Матфея 10 глава говорит. Эти два вида работы, которые мы должны сделать, чтобы быть способными объяснить Слово Божие. Стих ко стиху, чтобы предоставить истину Божию. Мы должны быть связаны со Христом, как ветви связаны с лазунью, быть способными, чтобы Святой Дух общался с нами и говорил через нас. Друзья, каждый грех может прервать эту связь со Христом. Матфея 10 глава. Послушаем одно высказывание, стих 16. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Стих 17. Остерегайте же людей, ибо они будут давать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, до свидетельства перед ними язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботясь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Друзья, я лично отношу этот стих к себе. Я сказал, Господь, говори ко Мне через этот стих. И Бог сказал, если Мой Дух будет говорить через тебя во время кризиса в будущем, нужно, чтобы уже сейчас твои уши, Эндрю, могли бы принимать и слышать Мой Святой Дух. Потому что, друзья, если мы были на связи с Богом вечером, утром и днем, и слышали Божий голос, мы сможем слышать Его голос, когда будет действовать и начертание зверя. Когда мы будем стоять против царей и церковных служителей, и тогда Бог скажет особенно, и мы будем слушать голос, говорящий нам. Так Матфея 10 глава. Друзья, если у нас сейчас такой опыт. Приготовьтесь, приготовьтесь, приготовьтесь. Стих 20. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Это вам о чем-то говорит? Это более чем просто теоретическое приготовление. Это духовное приготовление. Это означает, что мы можем быть настолько соединены со Христом уже сейчас, что будем говорить уже сейчас, что мы слышали и что нам говорил этот голос Святого Духа. И это еще одна причина, почему овцы, находящиеся в Вавилоне, присоединятся к Божьей истине в это время. Потому что в Евангелии от Иоанна 10 глава говорится в стихе 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Это будет нашим опытом в ближайшем будущем. Когда будет действовать начертание зверя, тогда мы должны будем знать, тогда мы должны будем показать, что мы имеем связь с Богом. Тогда мы будем иметь этот опыт с Ним. Каждый день мы будем принимать этот голос, это влияние Божьего Святого Духа. Это время уже наступило. Это уже есть сейчас. Запечатления интеллектуальные и духовные должны быть скомбинированы вместе. Друзья, я хочу вам сказать кое-что. Одна великая причина, почему мы должны не просто уметь объяснять Писание. Я вижу здесь кое-что, что может вас разбудить, вас и меня. Одни реформаторов, особенно Иероним, когда мы читаем о нем в Великой Борьбе, страница 180. Когда Иероним был поставлен перед церковными и государственными руководителями, и большинство из них требовали, чтобы он отрекся, тогда Иероним сказал, «Покажите на основании Священного Писания мою ошибку». Вы знаете, почему он так ответил? Мы полагаемся на Священное Писание более чем на церковные предания. Вы понимаете, что это значит? Когда мы будем стоять перед советами. Два пункта. Когда мы будем стоять перед советами, когда будет действовать начертание зверя, это будет большая возможность говорить перед людьми, которые даже не верят, что Библия хотя бы на одну тысячную процента Богодухновенна. О да! В этом мудрость, дорогая община, спасенных, чтобы служить. Мы будем нуждаться в Святом Духе, чтобы разбивать жесткие сердца и дать этим людям финальное предостережение. Во-вторых, некоторые из них не верят Библии, они верят принципам, которым их учат церковные учителя. В Евангелии от Матфея 15 глава со стиха 1 по 9 стихи Иисус сказал старейшинам и первосвященникам, народу Божьему того времени. Иисус сказал им, послушайте, почему и вы приступаете заповедь Божию ради традиций старейшин? Это понятно, друзья? Это были старейшины и первосвященники, у которых были свитки Писания, они читали Писание, но свое мнение ставили выше Писания. И люди ставили человеческое мнение выше Слова Божьего. Так это было, друзья. Мы должны быть способными взять Библию и показать от книги Бытие до книги Откровения, что является истиной. Но для этого мы в первую очередь должны получить Дух Святой. Друзья, мы должны приготовиться. Сейчас откроем книгу «События последних дней». Книга «События последних дней», страница 67. Послушайте внимательно, что здесь говорится. Наступит время, когда многие будут лишены написанного Словом, но если это Слово будет отражено в их памяти, никто не сможет отнять его от них. Это время больших возможностей. Мы хотим хорошо ориентироваться в Библии, и для этого Библия должна быть в нашей памяти. Если Бог вложит Свою истину в наш разум, кто может забрать ее оттуда? Именно сейчас мы должны приготовиться. 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 События последних дней, страница 67, параграф 6. Здесь говорится. Изучайте Слово Божье. Запоминайте Его драгоценное обетование, чтобы когда нас лишат Библии, мы могли знать Слово Божие. Когда многие из Божьего народа, верные Божьи дети, будут лишены писанного Слова Божьего, во время кризиса, который вызовет начертание зверя, во время правления павства, когда протестанты вновь основывали свою веру на Библии, они были гонимы, они были мучениками, и Библия была восстановлена. События последних дней, страница 66, параграф 3. Здесь говорится следующее. Лишь те, кто укрепил свой раз блескими истинами, устоят в последней великой борьбе. Как вы думаете, друзья мои, сколько времени необходимо нам, чтобы быть готовыми? Здесь же говорится на странице 67, параграф 4. Немного практических советов для нас. Спасенные, чтобы служить. Здесь говорится, берите с собой на работу карманную Библию, используйте каждую возможность, чтобы, читая, запомнить ее драгоценные обетования. Есть ли у вас карманная Библия? Даже можно взять тетрадь и написать внизу ваши любимые места из Писания, и потом напишите, где эти места находятся. Я вам дам несколько практических советов. Запишите то, что я делаю. Многие спрашивают, как я могу запомнить точно, где находятся те или иные места Библии? Те стихи, которые я уже находил. Я делаю так называемый сэндвич. Это, разумеется, символический. Сэндвич из Слова Божьего. Вот что я делаю. Я пишу, например, я пишу найденный текст, и потом я цитирую этот текст, и потом я пишу еще раз, где я нашел этот текст. Иоанна 3, 16, 3 глава 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир. И я цитирую этот текст. Потом, когда я закрываю, я начинаю заново, где это слово было найдено, и каждый раз я пишу внизу это место из Писания. Каждый день я учу один стих. Некоторые из вас могут за неделю выучить один текст. Может, для кого-то каждые два дня могут они выучить один текст. Каждые три дня выучить один текст. И как вы выучили стих, запишите его в книге, чтобы можно было бы сконцентрировать внимание на Божьей книге. Когда мы записываем физически на бумаге, это записывается в нашем разуме. Итак, каждый раз, когда вы хотите напомнить стихи из Библии, откройте свой блокнот, посмотрите на те места из Писания, запомните, откуда это место взято, и процитируйте это Слово Божие. И процитируйте опять книгу и стих, где этот текст находится. Итак, вы все время будете себе напоминать, где это слово находится. Иоанна 3, 3 глава, стих 16. Процитируйте и снова. Иоанна 3 глава, стих 16. И иногда вот что я делаю. На обратной или на лицевой стороне блокнота я делаю для себя как бы содержание такое. В содержании нет этих мест. Иоанна 3, 16. Ниже я записываю другие места. Ниже еще, например, Матфея 6 глава. Посмотреть стихи с 6 по 10. Я думаю, вам понятно, как я это делаю. Потом я беру книгу и цитирую места из Писания. Иоанна 3, 16. И когда я смотрю Библию или смотрю на стихи, которые я записал, я начинаю цитировать эти стихи. И когда я оканчиваю цитировать эти уже найденные слова, я перехожу на следующий стих. И я цитирую его. Но что я делаю? Я цитирую по порядку, а потом в течение одного или двух дней выучиваю это место Писания. Я начинаю с моих самых любимых мест Писания и слушаю библейские истины. Если мне нравится место из Писания, тогда я записываю его ниже. Вот, что означает работать со своей карманной Библией. Итак, События последних дней, книга События последних дней, страница 66. Здесь говорится, ежедневно, несколько раз в день, драгоценные золотые минуты должны посвящаться молитве и изучению Священного Писания. Хотя бы только для того, чтобы изучать тексты на память, и духовная жизнь могла пребывать в душе. Что же мы здесь изучали? Это не только для взрослых, но также и для молодежи, и для детей. Послушайте, что говорит одно утверждение. Также, друзья, дети будут стоять перед царями и государственными ножами, когда начертание зверя будет действовать. Так послушайте еще одну выдержку из книги События последних дней, страница 67. Первый параграф. Драгоценное Слово Божье является мерилом для юношей, желающих быть верными Небесному Царю. Пусть таковые изучают Священные Писания, вносят текст за текстом в свою память и знакомятся с познаниями, высказанными Господом. И тут же во втором параграфе говорится, воздвигните вокруг себя стену Священных Писаний, и вы увидите, что мир не сможет разрушить ее. Запоминайте места Священного Писания. «Тогда Сатана явится со своими искушениями, противостаньте Ему Словом». Написано. «Таким образом, наш Господь встречал искушения Сатаны и противостоял им». Еще одно место из книги «Пророки Церей», страница 626. В событиях последних дней это страница 66. Во втором параграфе говорится, христианам необходимо готовиться к тому, что вскоре самым неожиданным образом разразиться над миром. Это приготовление должно заключаться в тщательном изучении Слова Божьего и в упорном стремлении сообразовать свою жизнь с Его принципами. Вот что нужно делать, друзья. Хотели ли вы быть готовыми? Приготовиться, чтобы стоять перед церковью и государством? Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот вечер и за Твое своевременное Слово. Я верю, что оно является хлебом для наших душ. Помоги нам, Господь, воспользоваться этой великой возможностью и приготовиться и быть готовым к кризису. Помоги нам полностью сформировать себя внутри. Мы нуждаемся в изменении. Мы нуждаемся в практическом духовном приготовлении. Сохрани нас, мы просим. Дай нам свидетельствовать нашей жизни. Быть свидетельными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok